СИБИРСКИЙ НЕФТЯНИК СИБИРСКИЙ НЕФТЯНИК Первые старты на дорожке и традиционное противостояние Кемеровской и Омской области. Семь кругов с препятствиями успешно преодолел студент СибГУФК Александр Синельник. Вообще бежалось хорошо, действительно из-за ветра, немножко подводил на дистанции. Ну а так, бежалось легко, готовились к этому старту. Три дня назад проводила экспериментство вузов. Наши ребята все сбегали хорошо, ждали хорошие результаты. Поэтому, я считаю, они готовы выигрывать и на универсиаде. Борьба с собой и погодой предстояла и Амичке Валентины Барменковой. Опередив соперницу на целый круг, атлетка одержала победу на дистанции 3000 метров. Не менее зрелищными получились мужские и женские финалы на коротких дистанциях. Сильный мужской состав на дорожках, призеры России и Сибири, позволили Амичу Станиславу Бахте выиграть лишь бронзу. А вот женская эстафета 4 по 100 завершилась зрелищной победой Амичек. Мы, конечно, очень хотели выиграть. Это не то слово, как мы хотели этого. Но, честно говоря, я, наверное, одна сегодня меньшими силами оделась от сегодняшнего дня. У меня основная дисциплина завтра, а девчонки-то сегодня все отработали. Две девочки у нас после финала, после 400. Одна у нас девочка еще две дисциплины сегодня делала. И вот мы все вышли на эстафету. На самом деле для нас это как никогда, эта победа нам давалась. Мы выигрывали почти этим же составом и Сибирский федеральный округ. И ездили на Россию, но там, правда, не задалось. Но здесь нам просто так нужна была эта победа, и мы ее сделали. Состязания в рамках универсиады прошли и в технических дисциплинах легкой атлетики. На пьедестал поднялись лучшие представители сборных в метании копья и толкании ядра. Немало медалей осталось на счету Омской школы. Студенческая универсиада проходит в три этапа. Решающий состоится с 20 июня по 6 июля, где и определятся сильнейшие спортсмены России. Субтитры создавал DimaTorzok